Глава 10. Программа «12 шагов. Анонимные алкоголики». Начиная описание программы «12 шагов», автор должен сразу определить, что не является представителем, руководителем или авторитетом Содружества анонимных алкоголиков, в силу того, что таких не может быть, согласно традициям этого общества. Тем не менее, было бы огромным упущением не описать это явление в книге, посвященной лечению зависимости. К сожалению, в практике часто приходится встречаться с тем, что больные располагают какими-то отрывочными и часто ошибочными сведениями о программе. Чего только стоит упоминание о том, что, дескать, есть какие-то интимные алкоголики, тайные алкоголики или даже автономные алкоголики. Как правило, больные думают, что это либо религиозная секта, либо клуб умеренно употребляющих людей, либо какая-то элитарная клиника для актеров и художников. Одна из традиций анонимных алкоголиков гласит, что наша деятельность базируется на привлекательности идей, а не на пропаганде. В этой главе будет описано то, как сам автор понимает эти идеи, без претензии на оценку. С клинической точки зрения эта программа дает результаты довольно значимые. Во всем мире именно 12 шагов считаются наиболее цивилизованным способом решения проблемы. Складывается впечатление, что эта лошадка ни одного вытянула. А вот правильно это или нет с научной точки? Как практикующий доктор я стараюсь не задаваться такими вопросами. Тем более, что мнение ученых по поводу действенности таких программ самое разнообразное. Порой диаметрально противоположное. Главное, что необходимо понять, это то, что 12 шагов – программа духовного роста. Это не клиническая детоксикация, не трудоустройство, не тренинги общения, а место, где человек может разобраться в себе сам. Другие члены сообщества могут ему в этом помочь, но все, что он сделает или что упустит, будет сделано им самим. Никто не будет им руководить или брать на себя ответственность за него. Ведь в этом и заключается понятие свободы – делай, что хочешь, никому не мешай и неси ответственность за то, что сделал. В зависимости от перевода на русский язык, шаги в разных изданиях несколько отличаются, но главная мысль везде одна. Первый шаг. Признали свое бессилие перед алкоголем, пришли к убеждению, что не управляем своей жизнью. Многие, услышав такое на собрании анонимных алкоголиков, сразу испытывали отрицание. Я думал, что смогу набраться у них силы, а они бессильны. Идея заключается в том, что только признав бессилие, человек может отказаться от продолжения попыток делать то, что он делал всегда. Бессилие не есть слабость. Слабость частично. Она унижает человека, а бессилие абсолютно оно возвеличивает. Признание бессилия – взрослое решение. Только зная, на что я способен, я смогу развиваться. Иначе мне придется продолжать проверять мир на прочность, узнавая, чего я еще не могу. Бессилие – великолепная вещь, поскольку лишает необходимости запрета. Человеку не нужно запрещать себе ложиться на рельсы перед поездом, поскольку он признает свое бессилие перед локомотивом. Если он будет рассматривать это как слабость, ему придется каждый раз запрещать себе такие действия, пока он не обманет сам себя и не попытается все-таки совершить безумный поступок. Признание бессилия – это победа над искушением. Не борьба, втягивающая в азарт и гнев, а возможность пройти мимо. Фактически признание полного бессилия позволяет человеку избежать проклятия Сизифа. Если бы этот античный герой признал свое бессилие перед камнем, он пошел бы на гору без него. Третий шаг в программе многие рассматривают как краеугольный, замковый камень. Звучит этот шаг так – «Мы припоручили свою волю высшей силе, как мы ее понимали». Мне часто приходилось видеть людей, которые после этих слов буквально вскакивали и убегали с собрания, считая, что попали на какую-то сектантскую проповедь. Многие чинно поясняли, мол, я атеист, агностик, и вообще, если я захочу поговорить о Боге, пойду в церковь. Во-первых, это третий шаг, с него не все начинали, кроме того, некоторые, начав с богоискательства, сразу становились религиозными фанатиками. В программе есть положение – вначале приди в группу, потом приди в себя, а потом к Богу. В любом случае 12 шагов – не секта, и все делается для того, чтобы сектой не стать. Никаких проповедей не будет, за этим действительно нужно идти в храм. Алкоголик – душевно больной человек, и поэтому вполне естественно, что это программа духовного роста. Пытаясь спасти душу и не задумываясь о Всевышнем, человек рискует опять ее потерять. Анонимные алкоголики – не религиозная программа. На собрании не рекомендуют упоминать имя Бога, у каждого свои представления. Есть люди, для которых высшая сила вообще представляется не в виде того Бога, который принято упоминать в традиционных конфессиях. Люди верят во вселенскую справедливость, в мудрость природы, в целесообразность существования. Это не важно. Важно то, что у этих людей появляется смысл жизни, не земной, сиюминутный, который можно по-разному рассматривать в зависимости от ситуации или настроения, а всеобъемлющий, не зависящий от обстоятельств и мнения окружающих. Многие рассказывали, что до третьего шага было ощущение, что ты пытаешься выбраться из ледяной ямы, но стены скользкие, и как бы ты быстро не перебирал ногами, все равно съезжаешь вниз. И только после того, как удалось взяться за что-то незыблемое, ситуация начала меняться по-настоящему. Восьмой и девятый шаг составили список людей, которым причинили вред и пытались его возместить, в том случае, если это никому не мешало. Долги раздать надо, эти хвосты, болезни не дадут человеку идти дальше, но это восьмой и девятый шаг. Не нужно с этого начинать. Долги должен раздавать человек, способный больше не занимать. Только тогда, когда алкоголик уже приобрел навыки защиты от зависимости, он может начать делать что-то для других, осознавая, что именно он может сделать. Долги раздать удается не всегда. Не все люди, которым ты чем-то обязан, готовы принять от тебя извинения. Не нужно требовать. Главное, это твоя готовность, решимость. Двенадцатый шаг. Пытались донести смысл наших идей до других алкоголиков, заключительный. Многие начинали свою трезвость с борьбы против алкоголя, буквально набрасывались на пьяного соседа, тащили за руку родственника в группу или к врачу, знакомились с наркоманкой и затем все свое время и деньги тратили на ее лечение. Как правило, заканчивался этот бой срывом самого агитатора. Это было плохо для больного и ужасно для его подопечных. Представляете, какие мысли возникали у людей, которые вроде начинали верить ему и вдруг увидели его пьяным. После трех-четырех лет трезвости у человека появляется естественное желание поделиться опытом. Не руководить, не спасать, не распоряжаться чужими судьбами, а делиться опытом. Фактически, двенадцатый шаг важен для новичка. Он должен понимать, что никто никому здесь ничем не обязан. Эти люди хотят, чтобы ты пришел. Они рады. Им есть кому рассказать о себе, а ты можешь быть благодарен им за то, что они тебе это рассказывают. Существует молитва анонимных алкоголиков. Сами члены программы не претендуют на ее авторство. Мне часто приходилось слышать обиженных людей, нашедших историческую правду и утверждавших, что автором этих слов был кто-то другой, а вы, дескать, их приписываете себе или неправильно указываете автора. Я не удивлюсь, если узнаю, что эти слова были начертаны на стенах Вавилона, и с тех пор люди их повторяют. Вот эти слова. Боже, дай мне разум и душевный покой принять то, что я не в силах изменить, мужество – изменить то, что могу, и мудрость, чтобы отличить одно от другого. Субтитры создавал DimaTorzok